В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Елена Долженко, главный внештатный детский фетезиатр Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Николаевна, мы сегодня поговорим о заболеваемости детей туберкулезом. Какова статистика за прошедшие годы? За прошедшие годы ситуация по туберкулезу среди детей благоприятная. Заболевает в среднем у нас 2-3 ребенка в год. И прошлый год не стал исключением. Заболело 2 ребенка в возрасте до 14 лет и 2 подростка. В общей сложности получается от 0 до 17 лет 4 человека. Если сравнивать, ну, например, 20-летнюю давность, у нас заболевало 70 детей и 20 подростков. Вы просто можете представить, да, какая разница 90 детей и подростков и 4. Конечно, это ощутимая разница. Как это изучается, как произошло заболевание, как эти дети заразились? Конечно, каждый случай заболевания ребенка, вот для нас, для афтезиатров, это все равно ЧП. И проводится очень тщательное эпидемиологическое расследование. Причин, возможных причин того, что послужило для заболевания ребенка. Ну, вот я вам пример расскажу конкретный по девочке, подростку, которая у нас заболела в прошлом году туберкулезом. Она была выявлена с положительным диаскин-тестом, получила химиопрофилактику. Мы все успокоились, посчитали, что ребенка можно снять с учета. И когда девочка пришла уже для снятия с учета, врач обратил внимание, что девочка похудела, какая-то бледная. Начали с ней разговаривать, чувствуем, что у нее какие-то проблемы есть. Ну, и наш врач говорит, давайте все-таки мы еще проведем очень углубленное обследование, не очень вы мне нравитесь, давайте обследуем. И когда ребенку провели внеплановую компьютерную томографию, у него выявился активный туберкулез легких. Когда начали расследовать, мама и папа здоровы, то есть они не больны туберкулезом. Но в семье была серьезная проблема. Родители развелись, и там даже более серьезная проблема, я не буду ее говорить о ней, но девочка была в очень тяжелой психологической травме. И, безусловно, вот эта психологическая травма, она снизила ее иммунную систему. И несмотря на то, что инфекцию она получила не от родителей, а где-то случайно, в подъезде, в транспорте, в магазине, где-то она пересеклась с таким больным туберкулезом, но организм дал сбой. Инфекция начала размножаться в организме, и девочка заболела туберкулезом. Поэтому, когда родители нам говорят, что мама, папа, бабушка и дедушка здоровы, и что ребенок не может ни в коем случае заболеть туберкулезом, это неправильно. Мы живем в открытом обществе. Туберкулез – это инфекция воздушно-капельная. Она попасть может к нам именно по воздуху. И поэтому, если где-то в окружении находится такой человек, который страдает туберкулезом легких, при разговоре кашля и чихания, он выделяет эти возбудители в окружающую среду. Мы их вдыхаем, таким образом инфицируемся. Но все-таки заболевают не все, далеко не все. Даже, можно сказать, крайне редко заболевают туберкулезом. И вот как раз все вот эти профилактические мероприятия, в частности, по организации раннего выявления туберкулеза, они направлены на то, чтобы мы как раз выявили долокальную стадию заболевания. Когда еще ребенок не заболел, он только инфицировался. И именно в это время мы должны ему оказать помощь. Все, что делается прививка от туберкулеза, вот в каком возрасте ее нужно делать, и почему важно все-таки ее не пропускать? Самая важная прививка от туберкулеза, которая делается и должна делаться, и в ближайшие годы она останется, это новорожденные дети. Одна из самых первых прививок, которые получает ребенок, родившись на этот свет, это прививка от туберкулеза. Почему? Потому что если такой новорожденный попадает в контакт с больными туберкулезом, и у него нет этого иммунитета, к сожалению, шансы его не просто заболеть, но и даже умереть очень высоки. Поэтому вакцинация новорожденных детей в тех странах, где туберкулез еще распространен, является обязательной прививкой. И в нашей стране по национальному календарю прививки, эта прививка является обязательной. Вторая прививка делается в возрасте 6-7 лет. Здесь прививаются не больше 10-15% детей этого возраста. И в настоящее время обсуждается вопрос вообще актуальности этой прививки. И я думаю, что в ближайшее время она будет отменена. Потому что в медицинском сообществе всемирном считается, что важна именно самая первая прививка – вакцинация. Последующие прививки. Необязательные. А в чем сложность диагностирования этого заболевания у детей? Ну, туберкулез – это вообще очень сложное заболевание. Несмотря на то, что вроде бы туберкулез известен испокон веков. Еще в мумиях и фараонов находили эти микобактерии туберкулеза. И, как говорят, пока существует человечество, туберкулез был, есть и будет. Но выявить его, особенно у ребенка, довольно-таки сложно. Почему? Потому что у детей есть определенные закономерные процессы развития этой инфекции. Вот взрослый человек, у него чаще всего развивается туберкулез легких. Сделал флюорограмму и обнаружил это заболевание. Чаще всего. То есть мы каждый год делаем, соответственно, выявить нету. Да, для того, чтобы выявить в первую очередь туберкулез, так как это заразное инфекционное заболевание. А вот у детей, даже сделав снимок, мы можем не выявить туберкулез. Потому что существует определенная закономерность развития этой инфекции в организме. Поражаются внутригрудные лимфатические узлы, которые вообще на обзорном снимке даже у больного ребенка не будут видны. Поэтому и вся массовая иммунодиагностика, которая проводится не только в нашей стране, а во многих странах мира, она направлена именно на том, чтобы выявить ребенка с положительным тестом, который проводится реакцией МАНТУ или диаскин-тест. И уже по этому тесту определяются со спектром дальнейшего обследования ребенка. Кому-то ограничиваются обзорным снимком, а кому-то проводят углубленное томографическое обследование. И без современных томографических компьютерных исследований поставить диагноз туберкулеза практически невозможно. Конечно. Туберкулез мгновенно меняет жизнь ребенка и его родителей. Я знаю, что таких детей даже переводят в специальные детские сады. Для чего это делается? Когда-то у нас их было 12 санаторных детских садов, в которых были эти санаторные группы. Для кого это были дети? Это были группы для детей, которые имели положительные пробы иммунологические, но они не больны были туберкулезом. Этим детям надо было провести лечение. Лечение нужно было провести, чтобы все-таки был какой-то контроль со стороны медицинских работников, чтобы ребенок все время был под контролем. Вот таких детишек мы переводили в эти санаторные детские сады, и они там получали лечение. На сегодняшний день у нас осталась только одна группа, и больше у нас теперь уже таких санаторных садов нет. Ну и нет необходимости, потому что заливаются. Да, исчезла такая и острая необходимость, конечно, в этих санаторных группах, потому что раньше и больных детей, инфицированных было много. Мы туда направляли и контактных детей, у которых родители были больны туберкулезом. Сейчас эта актуальность потеряла, и поэтому, конечно, основная часть санаторных садов у нас закрыта. Поэтому осталось вот только в двух яслях у нас по одной группе, и там находятся маленькие дети. Давайте с вами поговорим о лечении. Вот насколько сложно вылечить ребенка, ну или, по крайней мере, сделать так, чтобы болезнь дальше не захватила организм. Если болезнь выявлена своевременно, в незавпущенной форме, вылечить туберкулез у ребенка не так сложно. Это опять особенности развития детского туберкулеза, потому что он, с одной стороны, склонен к самоизлечению, что не характерно для взрослого туберкулеза. С другой стороны, он склонен к хронизации, как и любой туберкулез, как у взрослых, так и у детей. Вот это двуначалие этого заболевания несет в себе и особенности лечения. Лечение, конечно, очень длительное. Минимальный срок лечения – это 6 месяцев, это минимальный, и он редко используется. А так, в основном, 10 месяцев, 8-10 месяцев. Но есть дети, которые лечатся у нас и по 1,5-2 года. Поэтому лучше туберкулез предупреждать, чем его лечить. Но эффект хороший от лечения. А такие пациенты как проходят реабилитацию? На территории нашей области есть республиканские санатории Кирицы, куда и направляются наши дети на реабилитацию. Какая сейчас там лечебная база? Замечательно. Это необыкновенный санаторий. Я считаю, нашей области очень повезло, что на нашей территории существует такой санаторий федерального уровня с очень мощной лечебной диагностической базой и необыкновенными специалистами. Поэтому нам повезло, конечно. Давайте с вами вернёмся к теме профилактики. Вот всё-таки есть ли какие-то общие рекомендации для родителей, что нужно делать, чтобы ребёнок не заразился? Первое, что нужно делать родителям, чтобы не заразился ребёнок, чтобы они сами ежегодно проходили флюорографии и их близкие. Потому что дети заражаются в первую очередь от взрослых. Вот это мы чётко все должны. Взрослые нести ответственность перед своими детьми. Мне хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они не отказывались от современных методов диагностики туберкулёзной инфекции. Потому что, к сожалению, в нашей области есть такая прослойка родителей. У нас в прошлом году 2,5-почти тысячи родителей отказались от иммунодиагностики своим детям. Они считают, что этого проводить не стоит, не нужно. Ну и таким образом они, конечно, ввергают своих детей в очень серьёзную ситуацию. Потому что, с одной стороны, они не выявят туберкулёзную инфекцию своего ребёнка. А во-вторых, если этот ребёнок инфицируется в учреждении, а ведь никто же не застрахован от того, что кто-то из нас с вами, из сотрудников, не заболеет туберкулёзом. Ведь мы же ходим все в одном пространстве. Заболевают и сотрудники школ, детских садов, магазинов, разниночных предприятий. А как тогда узнать, он инфицировался или нет, если не проводить это обследование? Поэтому это очень важное мероприятие, которое родители должны проводить своим детям. Это в интересах именно родителей и их детей. Елена Николаевна, скажите, вот вообще как получилось, что вы выбрали такую профессию? Ведь мы понимаем, что врачи, лечащие туберкулёз, рискуют своим здоровьем, потому что есть всё-таки риск заразиться. Риск заразиться есть. К сожалению, да, у нас и сотрудники периодически заболевают туберкулёзом. Потому что мы работаем с этими пациентами. Каждый день? Каждый день, за дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Но всё-таки мне хотелось бы ещё раз повторить о том, что туберкулёз, если организм крепкий, иммунитет хороший, то шансов заболеть у этого человека будет немного. Как я выбрала эту специальность? Наверное, выбрала она меня. Потому что после окончания института, когда нас с мужем распределили, раньше было распределение, и нас после окончания института распределили в Клепиковскую центральную районную больницу. И мы приехали туда. Главный врач мне сказал, муж мой рентгенолог, он уже ехал как рентгенологом работать. А мне главный врач сказал, у меня несколько лет уже нет фтизиатра, и эту проблему мне нужно решать. Поэтому, девочка, хочешь ты этого или не хочешь, ты будешь работать фтизиатром. Раньше ведь была жизнь совсем другая. Нам сказало государству, надо работать, значит, надо работать. И когда я приехала на стажировку в ТОП-диспансер, потому что, естественно, я была не подготовлена по фтизиатрии, и месяц, пока я была на этой стажировке на рабочем месте, я просто влюбилась в тех людей, которые работают в этом сложном учреждении. Я увидела, насколько они увлечены своей специальностью. И я буду с благодарностью вспоминать всех своих учителей, которые были в начале моего пути. Сколько вы уже трудитесь в Рязанскому туберкулезному диспансере? Ну, окончила я институт в 1982 году, то есть это получается 36 лет. Из района мы с мужем приехали в 1986 году. 32 года я работаю в диспансере. Недавно вам присвоено звание заслуженный врач Российской Федерации. И для вас какое значение это имеет? Невероятно. Вы знаете, я просто боюсь, что я смогу проявить сейчас слабость, поэтому я очень кратко скажу. Мне кажется, что любой врач, любой врач, наверное, мечтает об этом звании. Но мне хотелось бы сказать, что, наверное, мне повезло, конечно. Не наверное, а повезло, потому что в нашем учреждении работает очень крепкая команда с необыкновенными специалистами. И я думаю, что не только я, но и другие люди заслуживают этого. Ну, остается только пожелать вам успехов в вашем нелегком труде. В гостях программы «Городские встречи» была главной внештатный детский фтеатр Рязанской области Елена Долженко. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова